Всем привет, с вами Айгеймири и очередной мукбан. Какой здесь стоит аромат, это просто нечто. Все настолько аппетитное, вкусное. Вы, наверное, уже видели влог, где я готовлюсь ко всему этому. А видео я решила отложить. Я не знаю, когда именно вы увидите это видео. Скорее всего, в ноябре. Но снимаю я его 12 октября. И на улице только-только похолодало. И в такую погоду, не знаю как вы, я вот чисто люблю нажраться. Просто окутаться теплым пледом и сидеть дома. Итак, что у нас на сегодня? У нас очень вкусная лапша Big Bon, моя любимая. Не острая. Здесь у нас чай в новом моем чайнике. Смотрится очень эстетично по мне. Здесь сырный соус. Давно его не могла найти в супермаркетах. Вот как нашла, купила себе два. Правда, не от Heinz. Пришлось взять Maheif. Он, кстати, менее вкусный, чем Heinz. Я больше люблю Heinz. Здесь небольшие грибочки. Закуску быстренько мама сделала в виде таких роз. Выглядит очень красиво. Давайте поближе вам покажу. Вот такие вот розы. Очень-очень красиво. Достаточно много здесь колбасы. Сыр Филадельфия внутри. И завернуто все это дело в лаваш. Вот такие маленькие сосисочки. Обжарила хорошенько. Они очень вкусные. Дорогие сосиски. Здесь у нас лангет из грудки. Обжарила с обеих сторон. А это, кстати, мое творчество, так скажем. Это самые обычные макарошки, которые я немного отварила. Затем погрузила в панировку и обжарила. Получается очень вкусно. По вкусу очень сильно напоминает чипсы Принклс. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Лапша горячая. Я вообще ничего горячего есть не могу. Для меня это безумно сложно и невкусно вообще. Я люблю еду еле-еле теплую. Как проходят ваши деньки? Рассказывайте. У меня появилась идея. Идея. Что я хочу сделать? Я хочу снять видео. Естественно, идея не моя. Идею я подсмотрела у другого одного блогера. Из американского ютюба. Они просто гении, действительно. Я хочу снять видео достаточно откровенного характера о своих мечтах, желаниях, чего я сейчас действительно очень хочу. И кем бы я бы хотела себя видеть через 5 лет. Вот в данный момент о чем я мечтаю. Какие цели преследую? Что мне хочется в душе? Максимально просто честно снять видео. Смонтировать. И опубликовать в ютюбе. на 5 лет потом. То есть сегодня, например, 12 октября 2023 год. Я публикую это видео в 2028 году. То есть в ютюбе можно публиковать потом. То есть отложенная публикация, она сама по себе выходит даже без твоей помощи. Просто если вернуться, например, на 5 лет назад, то все мои желания, мечты, которые были тогда, и мне казались действительно нереальными, они исполнились. Это, например, квартира, машина. Все осуществилось. Прикиньте, без моего участия выходит видео, а может через 5 лет меня, не дай бог, вообще не будет. И тут выходит видео из моего прошлого такое искреннее. Будет круто. Короче, возможно, многим покажется это каким-то бредом. Как, например, показалось маме. Но я считаю, что это очень интересно. Такой, знаете, эксперимент не ради просмотров, понятное дело. О каких просмотрах идет речь через 5 лет. Просто посмотреть на себя со стороны. У меня есть определенный образ, кем я хочу быть через 5 лет. Есть очень много желаний, чего я хочу. И вот я хочу в этом видео подробно, честно, искренне рассказать о всех аспектах, о всех моих желаниях. В общем, я уже решила сегодня или, может быть, завтра сяду обязательно, сниму это видео. Не знаю, мне просто интересно, насколько сильно поменяется мое мышление, насколько сильно поменяюсь вообще я. В моей голове это все обязательно должно получиться. То есть просто без вариантов. Это, кстати, национальный стакан азербайджанам. Называется он у нас армуды стакан, потому что армуды переводится как груша, и этот стакан, он в виде как бы груши. Чай тоже прям горячий, невозможно его кушать. Слом程, он в виде как бы груши. Еще можно набирать, что в нерве, азербайджанам, что-то, в ноябре. Азербайджанам. Груша. обожаю этот пулянчик он очень в тему сейчас еще я у вас хотела поинтересоваться возможно даже в какой-то степени посоветоваться может кто-то мне что-то подскажет на протяжении последних трех месяцев с периодичностью в неделю, полторы мне снится один и тот же человек причем это блогер с аудиторией такой достаточно большой из Азербайджана это молодой парень с которым мы так-то не знакомы сейчас в комментариях меня начнут с ним шиперить поэтому его имя я вообще называть не буду однажды мы с ним встретились встретились на торговой там есть Малаканский сад и в общем когда мы проходили через этот Малаканский сад я заметила на себе взгляд одного парня он очень-очень странно на меня смотрел я подумала, наверное, какой-то мой знакомый никак не могла понять кто это а потом до меня дошло уже когда он прошел что это блогер у него достаточно большая аудитория и как я поняла он тоже меня узнал и вот на следующий день он мне приснился хотя скажу вам честно это вообще не мой типаж то есть если вы подумаете что у меня какая-то вызвала симпатия нет он вообще малыш он очень маленький он по-моему только в универ поступил или что-то короче очень большая разница у нас в возрасте и вообще не мой типаж то есть не близко я почему-то просто к снам очень щепетильно трепетно отношусь потому что у меня очень часто бывает такое что сны сбываются сны как будто мне что-то хотят сказать сигнализировать что-то то есть очень часто такое бывает честно я просто не понимаю что мне бог хочет объяснить этим почему именно этот человек с которым никогда не было ни дружбы ни каких-то отношений мне даже контент этого человека неприятен не то что неприятен прям знаете мне прям противно мне просто параллельно на этого человека то есть от него ни холодно ни горячо я не его целевая аудитория у него в основном мужская аудитория я просто не понимаю почему причем сны именно с ним я вижу прям перед тем как проснуться я вижу прям перед тем как проснуться в чем заключаются сны то мы там где-то сидим с ним вчера мы типа в телеграме с ним переписываемся я долго думала стоит об этом рассказывать или нет потому что начнется там опять тебе он нравится наверное вам суждено быть вместе давайте оставим это все а вот реально из-за чего это может быть напишите пожалуйста свои варианты верите ли вы вообще в сны сбывались ли у вас какие-либо сны потому что у меня очень часто сбывались один раз вот за эти три месяца после того как он мне начал сниться я его увидела знаете как была двусторонняя дорога то есть с этой стороны едут машины и с этой и посередине там такой тротуар или как это объяснить и в общем он стоял там с другом я проезжала и я мимо вот так вот посмотрела опять увидела его то есть за эти три месяца два раза чисто случайно я его увидела то есть если бы я о человеке что-то знала бы следила бы то есть мне часто пишут там мои подписчицы что я тебя видела во сне мы с тобой там не знаю куда-то ходили и так далее если ты видишь во сне человека ну своего родного или друга свой например бабаши я никогда в жизни во сне не видела хотя это хоть как-то объяснить можно было вот вы не поверите даже мою подружку Самиру я видела однажды во сне где-то наверное за месяца два до нашего знакомства что я подружилась вот с такой девочкой она блогер мы вместе путешествуем просто внешне она выглядела по-другому я как сейчас помню то есть внешне это была не Самира но факт остается фактом понятное дело я не ясновидящая чтобы видеть прям все в деталях я вам рассказывала даже в мукбанке по-моему рассказывала но я могу ошибаться у меня память куриная в общем перед тем как умерла бабушка я видела такой неприятный сон мы типа пошли в аквапарк с бабушкой причем с родственниками со всеми с нами еще была моя подружка Саадат что очень странно мы все пошли купаться кроме бабушки ну понятное дело бабушка в платке бабушка плавать не умеет и ей не особо интересно это она всегда боялась моря и мы все плаваем и вдруг я замечаю что вода стала какой-то грязной как будто мы не в море а в каком-то болоте плаваем возможно конечно это совпадение никакого отношения к смерти бабушки это все дело не имеет но все равно мне вот такое вот приснилось прям перед ее смертью я вообще человек не суеверный вот всех этих экстрасенсов там не знаю шаманов там какие-то обереги мне например мама говорит тебе наверное сделали порчу я говорю в смысле но у тебя говорит личной жизнью и получается на тебя наверное навели порчу честно мне было очень смешно какая порча у меня нет личной жизни потому что наверное у меня слишком завышенная планка то есть я хочу идеального человека идеальных людей не бывает вот и все в этом есть весь секрет короче в этого все я не верю но в сны верю сначала я как бы не обращала внимания когда в первый раз его увидела во сне иногда бывает там не знаю я Киркорова во сне вижу и что ну с такой периодичностью это реально очень странно я подруге когда рассказала когда где-то в четвертый раз его увидела во сне она говорит а может быть тебе стоит ему написать я говорю а что я ему напишу привет я тебя каждый день вижу во сне не знаю мне кажется он просто покрутит у виска и подумает что я больна его фанатка или еще что-то вот так что писать не вариант я думаю все равно меня не поймут так что смысла в этом тоже нет какого-то желания наладить общение не знаю дружить у меня тоже нет мне почему-то вбили в голову что между мужчиной и женщиной особо дружбы не бывает в большинстве случаев все-таки вот например у меня есть друг детства с ним мы действительно дружим все замечательно но в большинстве случаев я все-таки думаю что дружба перерастает во что-то в какие-то чувства особенно если это не с самого детства поэтому вот такие вот дела обожаю обожаю просто этот бульончик настолько он вкусно мама считает каждый раз когда ты видишь плохой сон надо не знаю пару копеек вот так вот сделать повернуть и выкинуть через балкон и мама там плохой сон видела монат так вот сделала кинула от меня тоже монат кинула мне кажется я скоро обанкротюсь потому что мы это чисто все кидаем там внизу мне кажется уже два бомжа такие сидят думают когда они проснутся когда же этот прекрасный сон они увидят короче вот такие вот дела вам огромное спасибо что посмотрели это видео до конца очень красивый свежезаворной чай как я люблю чай это видео до конца